Компания Renault рассекретила рестайлинговый минивэн Traffic, который в этом году отмечает свой 40-летний юбилей. Модели подретушировали дизайн экстерьера и интерьера, оснастили новыми полуавтономными системами и мультимедийкой. В Renault заверяют, что с обновлением модификация Combi и Space Class стали более комфортными как для пассажиров, так и для водителя. В салоне Traffic могут разместиться 9 человек, а пространство для размещения груза составляет 1,8 кубометра. Рестайлинговый минивэн получил светодиодные фары с боковыми осообразными секциями, рельефный капот, измененную решетку радиатора с прямыми ламелями и новый бампер. В числе других изменений — новые 17-дюймовые колесные диски и дополнительный цвет кузова, красный камен-ред с эффектом металлика. Архитектура салона полностью пересмотрена, передняя панель выглядит более лаконично. Небольшой дисплей мультимедийной системы заменен на 8-дюймовый планшет. Мультимедийка теперь оснащена функцией интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, а в базе уже имеется спутниковый навигатор. Модель также получила новый мультируль, иной рычаг переключения передач и блок управления климатической системой. Еще одна современная опция — это отсек для беспроводной зарядки гаджетов. За доплату фургона можно дооснастить VIP-пакетом Prestige Pack с кожаными капитанскими креслами, скамьей вместо третьего ряда и лампой для чтения. С пакетом Adventure Pack спинки сидений третьего ряда превращаются в спальное место. В оснащении трафика включен ряд полуавтономных систем, в их числе круиз-контроль, поддерживающий дистанцию до впереди идущего транспортного средства, а также системы экстренного торможения, слежения за разметкой и контроля слепых зон. Пассажирская фронтальная подушка безопасности стала более крупной и рассчитана на двоих человек, на случай, если переднее сиденье сделано двухместным. На выбор по-прежнему предложены три версии двухлитрового дизеля DCI. Базовый 110-сильный двигатель работает в паре с механической коробкой передач, 150-сильному варианту положена механика или шестидиапазонный робот EDC, а топовый мотор мощностью 170 сил работает только в паре с роботизированной трансмиссией. Продажи обновленных микроавтобусов в Европе начнутся в марте 2021 года. Цены на машины будут названы позднее. О перспективах появления обновленного трафик на российском рынке не сообщается. Как вы считаете, если Рено Трафик появится в России, то станет ли он пользоваться популярностью? Оставляйте свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok